Сегодня я расскажу вам статью из энциклопедии, которая вышла несколько лет назад, называется «Числа и фигуры». Это 256 страниц, совершенно замечательная энциклопедия, которую стала издать «Старасмен». Одна из статей называется «Бесповторные последовательности». Автор этой «Бесповторной последовательности» – Аксель Туэ. Он придумал ее в начале 20 века и устроено очень просто. Пишем букву «А» и давайте договоримся, что буква «А» будет превращаться в «АВ». Пишем букву «Б» и давайте договоримся, что буква «Б» будет превращаться в «БА». А теперь берем одну букву и посмотрим, что из нее можно получить. «ААВ». Дальше каждая из этих букв превращается первая в «АВ», вторая превращается в «БА». Дальше каждая из этих букв превращается в «АВ». «Б» превращается в «БА», «Б» превращается в «БА», «А» превращается в «АВ». Заметьте, каждая операция удваивает количество букв. Я, конечно, могу нарисовать вот такие штучки, хотя думаю, что вы это и так понимаете. Смотрим дальше. «А» превращается в «АВ», «Б» превращается в «БА», «Б» превращается в «БА», «А» превращается в «АВ». Заметьте, пожалуйста, это мы уже видели, потому что вот эта вот половина первого слова у нас уже здесь, вот смотрите, она была здесь, и она уже превращалась в это слово. А теперь «БАВ» во что превращается? В «БА» – это первая буква «Б», дальше «АВ» – это буква «А», дальше опять «АВ» – это буква «А», и, наконец, «БА». Разумеется, я мог бы таким же образом продолжить и дальше, у меня, конечно, в два раза бы количество букв на следующий доступ перенеслось. Но важнее не это, а важнее увидеть, каким же свойством обладает эта последовательность букв. Каким свойством она обладает? А вот каким. Каждое следующее слово состоит из двух половин. И, смотрите, «АВ» и здесь «АВ», «АВ», «БА» и здесь «АВА». Вот это слово, и здесь оно переписывается. И дальше будет всегда так. Почему? Потому что вот это длинное слово, оно возникло из предыдущего. Но поскольку первая половина такая же, то, естественно, что из этой первой половины опять возникнет целиком это слово. А дальше из второй половины возникнет такое же путь длиннее. Согласны? Больше того. Есть очевидное правило, которое может мне дать следующую половинку. Если я даже не буду смотреть на эти буквы. Смотрите, как получается «БА» из «АВ». Они симметрия. Что? Симметрия. Не симметрия, а замена буквы «А» на букву «Б». Вот поглядите, пожалуйста. Я слово «БААВ» могу получить из слова «АВА» замену «Б» на «А», «А» на «Б». Согласны? Так вот, давайте мы введем к каким-то обозначениям. Например, я предлагаю так. «БАВА» – это «А». «БАВА» – это «После первой операции». «После второй операции». «После третьей». «После четвертой». Заметьте, длина слова «ВН» равна двум в степени «Н». Правильно? Операцию давайте обозначим какой-нибудь буквой. Например, буквой «H». Ничего я об этом не имею в виду. Просто назовем для качества. Теорема звучит так. Каждое очередное слово «ВН» плюс «П» получается из «ВН» таким образом. И получается так. «Дубль ВН», к которому приписано «Дубль ВН», где буква «А» заменена на букву «Б», а буква «Б» заменена на букву «А». Давайте я введу еще такое значение. «А» с палочки над ним – это будет буква «Б», а «Б» с палочкой – это будет буква «А». Так вот, правило простое. Надо переписать предыдущее слово, и после этого переписать его же, только заменить «А» на «Б» об «На». Так, ребята, как научно называется операция «приписывание слова к другому слову»? «Соединение». Как? «Соединение». «Соединение» – это слишком русское слово. Что-нибудь такое мудреное знаете слово? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ладно, напишу. Не обязательно его запоминать наизусть, но тем не менее. «Кон-ка-те-на-цы-я». Это приписывание одного слова к другому. Разумеется, привыкнуть к этому русскому человеку трудно, по этим математике редко говорят это слово, а чаще всего или попусту говорят «припишем», или говорят о произведении слов. Так вот, произведение, приписывание, конкатенация – это очень простое, это просто взять и действительно приписать к одному слову другое. Я сейчас докажу вот это утверждение. Ну, на самом деле, доказать его очень легко, я, по сути, это уже сделал. Потому что, смотрите, вот если у нас из слова получается оно же и приписанное, где «а» изменено на «б», то когда мы проследим, то из этой половинки получится у нас то же самое «а», где заменено «а» на «б». И плюс к этому добавится замена. Но для любителей математической строгости я все-таки напишу это по-другому. Напишу это при помощи формул. Значит, смотрите. Докажем эту формулу продукции. Значит, вот она, формула, которую я доказываю продукции. Значит, база совершенно понятна какая. Такая база, это «н» равно 0, да? Из нулевого слова действительно получается слово «а» и «а» с черточки, то есть «б». Переход. Пусть для некоторого «н» такое утверждение доказано. Посмотрим на «wn» плюс 2. По определению это «h» от «wn» плюс 1. А что такое «wn» плюс 1? Это вот, давайте пишем. Это есть «h» от «wn», «wn» с чертой. Замечательно. Замечательно. Это «h» от «wn», «h» от «wn» с чертой. Смотрим дальше. «h» от «wn» — это «wn» плюс 1. «h» от «wn» плюс 1 с чертой. Потому что у нас же черточка действительно с операцией «h» перестановочная. Подумайте, поймете, что действительно так все у нас есть. Нельзя ли как-то понять попроще, что же это за буквы? И представьте себе, скажем, мне дадут число миллион. И спросят, какая буква стоит на миллионном месте. Ну, если взять большое количество, не знаю, например, в 30 раз сделать операцию, тогда точно будет больше миллиона. И задать себе простой вопрос. Кстати, почему, когда в 30 раз сделать, будет больше миллиона? В 30 раз. Потому что каждый раз увеличивается в 2 раза. 2 в 10 это? В 1000. В 1024, да? Поэтому на самом деле даже 20 раз, если сделаешь, то получится уже 1024 умножить на 1024. Это сколько? Миллиона. А? Это больше миллиона. Смотрите, я сейчас должен вспомнить, что такое двоичная система счисления. И вы увидите, что очень естественно, на самом деле это слово ТОЯ, оно очень естественно возникает, если записываешь числа в двоичной системе счисления. Поехали. В двоичной системе счисления бывают такие числа. 0, 1, то, что мы называем двойкой. 1, 1 это тройка. 1, 0, 0 это что? 4. 1, 0, 1 это 5. 1, 1, 0 это что? 6. 1, 1, 1, 1 это что? 7. Хорошо. Теперь 1 и 3 нуля это что? 8. Это 9. Это то, что мы называем 10. Единица 0 и 1, 1 это 1, понятно. 8, 2 и 1 это 11. 1, 1, 0, 0 это 12. 1, 1, 0 и 1 это 13. 1, 1, 1, 1, 0 это 14. И, наконец, все единички это 15. Ребята, извините, я дальше писать не буду. Любой желающий может, конечно, дальше при желании написать, 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 сколько ему хочется, а я сейчас вот эти вот буквы напишу рядышком с А, Б, Б, А, Б, А, А, Б. Так, дальше что у нас? Б, А, А, Б, и дальше А, Б, А. Догадайтесь, по какому признаку стоянка В, А, Б. Очень простой признак. Чего-то с чего? Чего-то с чего? С числом. Нет, ладно. Четность числа определяется последней цифрой. Четные числа те, которые на ноль кончают, и нечетные, которые на единички. Четность чего? Количество единичек. Четность, количество единичек. Вы абсолютно правы. Значит, очень просто устроено вот это вот слово «тое». Мы должны выписать в двоичной записи все числа, начиная с нуля, и так, 0, 1, 2, и на бесконечности. И если четное количество единичек, писать букву А. Если в двоичной записи количество единиц нечетное, писать букву В. Ну, доказать, конечно, это очень легко по индукции. Смотрите. Что у нас происходит, когда, вот смотрите, у меня на доске уже написаны 16 букв, да? Чисел от нуля до 15, 16 штук. Или, если угодно, вот здесь написано 8. От нуля до 7, да? Вот здесь 8 написано. Как получается вот этот столбец из этого столбца? Здесь не очень видно. А вот если я впишу первые нули, то есть буду писать не 0, а 3 нуля. Не единицу, а два нолика единицу. Не один ноль, а вот так вот. То тогда вы увидите, что вот этот столбец получается из этого добавлением перед ним единицы. Согласны? А при этом у нас в точности меняется А на Б. То есть, если посмотрите в каждой строчке, на самом деле я понимал, о чем буду говорить, поэтому я специально написал вот так. В каждой строчке у нас буквы разные, понимаете? Потому что вот эта запись отличается от этой ровно на выдиницу. Просто? Просто. В принципе, можно было понять и на этом уровне тоже, а именно, когда вы берете, скажем, вот эти строчки, то необязательно приписывать спереди. Можно сделать так. Можно приписывать вот так вот. Или 0, или 1. Потом вот здесь вот приписывать или 0, или 1. Понимаете идею, да? Так будешь читать 0, так будешь 1. Так будешь читать 2, так будешь читать 3. И то же самое. Тогда А, так вот будет А, а вот так вот будет Б. Тут при рассуждении вместо словом Туя всегда нужно рассуждать таким образом, что есть длинное слово, и к нему приписывается оно же с изменением А на Б и Б на А. Или можно так вот внутри. То есть, каждая буква меняется, А превращается в АБ, а АБ, понимаете, да? И при том, и при том теорема, в общем, получается доказать. Но это не то, о чем я хотел сегодня рассказывать. А хотел я рассказывать о том, что слово Туя – это замечательный пример слова, в котором нет трех подряд идущих одинаковых подслов. Давайте объясню. Вот в шахматах есть такое правило. Как только шахматист делает подряд три одинаковых хода и получает три одинаковых ответа, так объявляется ничья. Знаете? Да. Нет, не пад. Это не пад. Это вот какая ситуация. Я делаю ход, мне отвечают. Я возвращаюсь, и он возвращается. Я делаю ход, он мне отвечает. Три повторения называются. Три раза подряд одна и та же последовательность ходов. Три раза подряд одна и та же последовательность ходов. В таком случае ничья. Вот интересно. Иногда еще то же самое правило. Говорят так. Три раза повторилась одна и та же позиция. Ну, казалось бы, одно и то же. Да? Что позиция повторилась три раза. Или последовательность ходов повторилась три раза. А на самом деле великая разница. Я сейчас объясню вам, что если быть формалистом, и если настаивать на правиле, запрещено повторять три раза подряд одну и ту же последовательность ходов, то можно двумя королями сыграть бесконечную жахтную партию. Не понятно? Значит, рассказываю. Для одного короля выделяем область из четырех клеток. Заметьте, он может с любой из них пойти на любую другую, да? Из восьми. Из четырех. Платят. А? Здоровый господин может. Он может, но не хочет. Выделяем ему четыре клеточки. Ему там вполне комфортно. Наоборот, слушайте, я ему могу даже три клеточки. Не, ну три это слишком. Четыре, четыре. Вот. А могут три? Мог три. Мог три. Пусть будет так. Я ему выделю три клетки. Суровые жизненные условия, да? Квартирный вопрос просто обострен до ужаса. Три клетки. Буква А это будет, что он пошел, ну, что называется, по-часовой стрелке. Буква Б это, понимаете, это когда три клетки имеют, там имеется в виду по-часовой, по-часовой. И другому королю, то есть отдельно, выделяю три клетки. И дальше, господа, мы смотрим на вот это вот слово Туэр. Я сейчас докажу, что в нем никакая последовательность букв не повторяется три раза подряд. Таким образом, если у нас два шахматиста будут играть в соответствии с этими правилами, я повторяю, в чем смысл? Вот одна клетка, вот другая клетка, и вот третья клетка. Давайте будем считать, что А это когда движешься, вот если ты стоишь в этой, то движешься в этой, то если в этой, то в этой. А Б это в противоположном направлении. Так вот, шахматисты будут подряд просто читать, да, и для другого короля, в другом есть шахматисты, тости далеко от этого, тоже три клетки. Вот, если они будут так играть, то, конечно, позиции будут повторяться много раз, разумеется, но последовательность ходов никогда не повторится. Если человек интересует именно три раза повторенная последовательность ходов, то ему будет казаться, что тут без смысл. Может быть, да, и шахматисты не играют. Вот. Сначала два слова о бесквадратных словах. Значит, господа, представьте себе, что я хочу из букв А и В создать слово, в котором подряд не повторяется одно и то же. Ну, например, пишу букву А. Если я рядом с ней напишу букву А, то уже все, уже есть повторение, да? Значит, я обязан написать эту букву А. Если я сейчас напишу букву Б, то будет БВ повторение. Значит, я обязан написать букву А. Если я сейчас напишу А, то будет АА повторение. Значит, я должен написать букву Б и вижу, что АБ, потом АБ. Значит, в алфавите, в котором всего две буквы А и В, не бывает длинных, ну, даже в четыре буквы длины, не бывает длинных, безквадратных слов. Согласны? А сейчас я докажу, что слово ТОЯ БЕСКУБНОЕ. поскольку этот результат довольно интересен, и он действительно очень красивый, и доказывается легко, в общем, это классика, это действительно настоящая гранатическая классика, то я подробно это напишу. Значит, теорема. Теорема. Слово ТОЯ БЕСКУБНОЕ. Слово ТОЯ БЕСКУБНОЕ. То есть, в нем нет трех подряд идущих одинаковых слов. Вот, если я беру длинное слово ТОЯ, то нельзя найти в нем такие три участка, что этот такой же абсолютно, как этот, а этот такой же, как этот. Имеется в виду не только по количеству букв А и В, но и с учетом порядка следования этих букв одной за другой. Замечание. Теорема. Слово ТОЯ БЕСКУБНОЕ. Ее я буду доказывать, разумеется, по индукции. То есть, вот это вот очевидно БЕСКУБНОЕ. Ну и можно было и раньше даже посмотреть, это буква А, она точно БЕСКУБНОЕ. Я докажу такую теорему, что если у меня где-то в каком-то слове есть три подряд предыдущих одинаковых, то тогда в предыдущем есть тоже три подряд предыдущих одинаковых. технических трех подряд Вот. Только сейчас ради экономии времени этой лекции я скажу, что сделать это, ребята, очень трудно. Ну, примерно я могу объяснить сейчас идею, как, почему это так трудно. Значит, смотрите, вот, пусть у меня имеется какое-то слово дубль В, Н, длинное, длинное, длинное слово из букв А, из этого слова получено каким-то образом слово дубль В, Н, плюс первое. Так, ну, давайте, вот, началось слово двое, идет, 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 и представьте себе, что где-то здесь, вот у меня, три одинаковых, абсолютно одинаковых, да? Мы смотрим, из чего это получилось. Ну, как, из чего это получилось? Во-первых, здесь сразу два варианта. Либо у меня эти две буквы получились с одной, или другой вариант, здесь разрыв. Согласны? Вот, ну, давайте сначала пока будет так. Вот они получились из какой-то одной. Замечательно. Дальше они тоже получились из какой-то одной. Вот, все замечательно. Ребята, представьте себе, что так все здорово получилось, что эти тоже получились из какой-то одной, буквы. Так вот, тогда индукция абсолютно очевидна. Объясняю. У вас в этом слове четное количество букв. Эти получились из букв, эти получились, эти получились, и вы говорите, что дальше будет так же. Правильно? мы же предположили, что вот это слово такое же, как это, и такое же, как это. Так вот, значит, дальше эти две буквы дадут нам ту же самую, что это, там, дадут нам ту же самую, что это, и здесь то же самое. Дадут то же самое, дадут то же самое, и в результате мы получим, мы получим здесь слово, кстати, оно в два раза короче, только я немножко здесь слово такое же, и здесь слово такое же. Они будут в два раза короче, чем эти, и получилось, что если в WN плюс первом были три подряд идущих одинаковых слова, то и в WN тоже были три подряд идущих одинаковых слов. Замечательно. Казалось бы, никаких проблем нет. Но, давайте все-таки посмотрим, а что мы будем делать, если длина этого слова стала, является нечетной. Давайте, такая же картинка, абсолютно такая же картинка, что у меня была, значит, слово такое же, такое же, пусть начало, пусть мне повезло, начинается вот так, но нечетной длины. Нечетной длины. Очень интересная ситуация. Дело в том, что у меня же все здесь собьется, понимаете, и у меня здесь будет заканчиваться по-другому. И дальше у меня опять начнется, и дальше у меня будет вот так. Поэтому видно, что вот это вот слово, к сожалению, не хочет поменяться с этим. Мораж наивное доказательство по индукции не проходит. Оказывается, что я в этом месте, то есть, здесь я получаю то, что надо, здесь я получаю то, что надо, а в серединке получается что-то очень странное. я не умею вот это вот доводить до решения, а умею я, ну, собственно, как и во всех книжках написано, я лично причем тогда во всех книжках написано, я умею доказывать более сильную теорему. Слово туэ сильно бескупно. Нужно дать определение. Ребят, вообще, кстати, в математике так бывает очень часто. Когда вы не можете доказать какую-то теорему, то очень часто это показатель не того, что теорема не верна, а того, что вы не разобрались в ситуации. Бывает, что на самом деле верно какое-то более точное утверждение. Понимаете, когда вы рассуждаете методом математической индукции, то там же всегда, как вот, здесь база индукции. и у вас есть переход от n-ного к n-пс-1. Если вы доказываете какое-то простое утверждение, то вы мало что должны доказать про n-пс-1, но вы и знаете про n-ное мало. Поэтому, для того, чтобы доказать многие утверждения, иногда нужно их правильно сформулировать. То есть, нужно сформулировать так, чтобы это отражало ситуацию. в данном случае, вот смотрите, что значит в слове есть три подряд идущих одинаковых слов. Это вот такая вот ситуация. Я сделаю следующее. Я возьму и первую букву этого слова обозначу какой букву. Вот буква А. Буква обозначу букву. Хорошо сказал, да? Первая буква это будет буква А. Все, что идет после этого, я обозначу как-нибудь, я не знаю, скажу, У. Заметьте, А это буква, а У это слово. В принципе, слово может быть нулевой длины, может быть длины 1, тогда это одна буква, может быть большой длины. Я ничего не знаю про длину слова У. Так вот, господа, то, что слово, кстати, А может равняться или А большому, или Б большому, да? Понимаете? Повторяю, то, что у нас слово содержит в себе три подряд идущих одинаковых под слово, означает, что в нем есть вот это АУ, АУ, АУ. Я сейчас усилю утверждение. Слово называется сильно бескубным, если в нем нет даже вот этого. Поняли? Я забуду про это. Повторяю, слово называется сильно бескубным, если для любой буквы и для любого слова, хотите длины 0, хотите ли на 1, хотите ли на 2, какой угодно, в нашем слове нет вот этого АУ, АУ, А. Оказывается, что вот это избыточная штука. Понятно, что если слово содержит в себе повторение трех одинаковых слов, то и такое тоже есть. Поэтому если я докажу, что этого не бывает, то исходную теорему я, разумеется, доказуем. Итак, сильная бескубность это отсутствие такой вот штуки. АУ, АУ, А. А это буква, давайте я аккуратно спешу, А это буква, У это слово, не важно какой длины, длины 1, 2, 0, 3, какой угодно. Индукции я буду доказывать, что слово ТУЯ сильно бескубно. База индукции, ну понятно, какая база индукции, слово 1, 2, 0, состоит из одной буквы, разумеется, там ничего такого нет. Индукционный переход. Пусть у меня есть какое-то слово, на самом деле мы сейчас будем делать то же самое, что я уже начинал, только в отличие от предыдущего у нас все получится. Понимаете? Причем получится легко, поверьте. Единственное, я заинтересован сейчас в том, чтобы все случаи обратно на доске нарисовать. Итак, картинка. Идет длинное, длинное, длинное слово ТУЯ. Как вы помните, слово ТУЯ выдерживает вот эту операцию нашу замечательную, которую нам назвали операция А. Замену А на АВ и одновременную замену В на ВА. Давайте дорисуем, как это все происходит. Слово ТУЯ начинается на букву А, из нее получаются АВ. Следующая буква у нас В, из нее получаются буквы ВА. Ну и так далее для бесконечности. Предположим, что в некотором месте у нас встретилась вот эта вот ситуация. Только уже не надо использовать три подряд слова, я размахнулся, потому что от третьего мы оставили только одну букву. Так, ребята, я не хочу сейчас говорить про АМАЛЕНЬКОЕ, давайте я попросту нет, или АМАЛЕНКОЕ пока буду пытаться говорить так, то есть АУ, АУ, здесь А. Замечательно. Посмотрим, из чего это у нас получено. Как и в прошлый раз, есть два варианта. Один вариант, что буква А получается вот так вот, а другой вариант, какой другой вариант? на стыке, да? Правильно сказали, на стыке. Так, давайте я другой вариант тоже нарисую сразу. Итак, один, два, и здесь буква А. Так, поехали, поехали, Главное не запутаться. то есть, очень, очень, очень все это на самом деле просто, при одном условии, что мы с вами не запутаемся. Так, значит, давайте я обведу обозначение, А с черточкой это у меня будет В. То есть, такая ситуация, А маленькая это А большое, тогда В маленькая это В большое. Или наоборот, А маленькая это В большое, тогда В маленькая это А большое. Понятно, да? Вот. Ну, посмотрим. Скажем, если на стыке, тогда понятно, что вот эта буква это будет буква Б. Очевидно? Потому что если скончается на А, то перед этим должна быть буква Б. Вот. Замечательно. Если не на стыке, тогда здесь вот должна быть обязательно буква Б. И, кстати, слово БУ у нас будет обязательно начинаться на букву Б. Вот. И здесь у меня будет стоять буква А. Очень хорошо. Так вот, ребята, я вынужден вас еще немножечко огорчить. Дело в том, что я сказал вам, что два случая, а именно что вот так вот или на стыке. На самом деле это случай в четыре. Чувствуете, что я сейчас буду разбирать? Вот эта вот длина, она или или является четной, или является какой? Нечетной. Нечетной. Давайте посмотрим, в каком случае разобраться легче. Вот представьте себе, что вот это вот хозяйство состоит из четного количества букв. Четное число. господа, тогда подтверждение абсолютно очевидно. Почему? Потому что черное количество разбивается на пар. Согласны? Пара, 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 пара. Вы понимаете, что дальше пойдет у нас? А. Пара и так далее. Пара. И отсюда тоже пойдет что? А. И все. Мы очевидно будем иметь здесь какое-то слово. Здесь мы будем иметь такое же слово. И у нас получилось более короткое, потому что здесь у меня буквы объединялись. но тем не менее. А. Короткое слово. А. Более короткое, чем здесь. Такое же слово. И здесь А. Мы получили, что если здесь у нас была вот такая ситуация, то и в слове, из которого это получилось, тоже такая ситуация была. То есть, если в слове Туэ есть вот такой вот агрегат, то есть и такой же агрегат меньшего размера. Поняли? Значит, с четным количеством букв разобраться очень легко. Стираю все это хозяйство. Стираю все это хозяйство. И запоминаю, что на самом деле надо разбирать ситуацию не четного количества букв. Нечетная вот эта вот длина. Ну и соответственно это такая же она тоже нечетная. Хорошо. Хорошо. Давайте смотреть, что будет, когда количество букв нечетная. Здесь у нас была пара. Дальше будет какая-то пара, дальше будет какая-то пара. Смотрим, что значит нечетное количество букв. Очень просто. Это значит, что вот эта буква а она войдет в качестве второго. Согласны? Пока все понятно, да? Нечетная это в точности означает, что пара, пара, пара и она осталась. Так, если она вошла в качестве второй, то здесь в микруква В. Хорошо? Хорошо. Хорошо. У нас нечетное количество букв. Значит, эта буква В пойдет сюда. Значит, здесь у меня пойдет вот так. И здесь у меня что пойдет? А. И здесь у меня пойдет А. Да. На самом деле в прошлый раз у меня была примерно такая же трудная ситуация. И я говорил, что ничего не могу сделать. Но давайте посмотрим, что называется, до какой же степени ничего не могу. Значит, господа, смотрите, здесь эта буква А. Как зовут эту? Б. Потому что из них и двух у нас получилось, да? это последняя буква слова. Значит, здесь какая буква стоит? Б. Здесь стоит буква Б. А перед ней стоит какая? А. Очень хорошо. Значит, здесь стоит какая? А. Отлично. А перед ней, благодаря вот этому, что должно стоять? Перед буквой А. А, Б. Это я понял, да? здесь Б пошло сюда, А пошло сюда, здесь что должно стоять? Б. Шло. Значит, здесь что стоит? Б. Слушайте, у меня есть ощущение, что мы потихонечку разбираемся с тем, как устроено наше слово. То есть, смотрите, заканчивается на Б, перед этим А, перед этим Б. я боюсь, что нужно это написать понятие. То есть, смысл здесь такой. Это очень простит, ребята. Очень простит. Ну, давайте я напишу. Смысл здесь такой. У меня есть длинное-длинное слово и такое же приписанное к нему. Но вот эти вот штучки, они устроены по-разному. Значит, на стыке у нас здесь стоит Б, здесь стоит Па. В начале у нас стоят, как мы уже с вами помнили, А и Б. И вот они вдвоем, правильно? И вот эти вдвоем. Но при этом это слово должно совпадать с этим словом. Значит, оно должно кончаться на Б и при этом Па устроена таким образом. Согласны? Согласны. Итак, четко проводим анализ. Я здесь нарисую, скажем, вот так вот и нарисую здесь так же. Итак, смотрю, В перед этим А. Значит, вот здесь вот эта буква А. Но перед ней должна стоять другая буква. Значит, В. Таким образом, перед А здесь стоит В. Перед этим стоит А. Здесь стоит А. Перед этим стоит Так. А вы чувствуете, что так можно продолжать до бесконечности? БА, БА, Б. Значит, здесь у нас стоит Б. Значит, здесь у нас стоит А. Так можно продолжать до бесконечности. И что интересно, у нас все время вот эта буква А, она первая в своей паре. Согласны? Да. Замечательно. А здесь она последняя. мы никогда не сможем остановиться. Стыковка произойдет. По той простой причине, что вот здесь вот эта буква Б последняя в своей паре. А здесь она какая? Первая. Ну, значит, никогда здесь. Казалось бы, А, вот здесь Б, А, Б, А, Б, А, А с конца. Здесь то же самое идет, но она никогда не скотачена здесь. Поэтому мы полностью разобрали левый случай. Разобрали? Да. Разобрали. Правый случай разбирается абсолютно так же. Я это, конечно, честности ради сделаю, но действительно так же. Значит, смотрите, у меня опять имеется слово некоторое другое. Я опять произношу слова. Моиси и господа, если длина четная, то происходит простой эффект. У меня здесь четное количество букв, значит, вот это одна, потом несколько пар, и у меня будет на стыке. Согласны? И у меня опять здесь будет тоже на стыке, и поэтому здесь буквы Б, и вот эти вот слова, которые между другими, они возникли абсолютно одинаковым способом. Поэтому будет Б, и некоторое слово, Б, такое же слово Б. Значит, полупротиворечие опять получилось. Дальше. Случай, когда вот эта длина нечетная. Нечетная. Ну что, нехитрое дело. Давайте я место себе расчищу, чтобы можно было нанесовать. Давайте здесь. Вот. практически ничем от предыдущего случая не отличается. Значит, нечетная длина. Я просто подлиннее это слово нарисую. Здесь вот у меня А. Я запомнил, что эта длина нечетная и запомнил, что здесь у меня буква В, здесь буква А, и вот так вот получилось. Что здесь нечетная длина? Здесь одна буква ушла, дальше у меня несколько пар, и вот так. Согласны? Чтобы была нечетная. Дальше буква А. Буква А идет вот сюда. Дальше несколько пар. Поскольку эта длина вся нечетная, то заканчиваться это будет вот так. Замечание. Изучаем ситуацию. Значит, это будет что? Не состыкуется вот так. Так вот, я сейчас это и должен доказать, что не состыкуется, конечно. Значит, это будет кончаться на Б, значит, здесь заканчивается на Б. Так, здесь у меня будет буква Б. Не очень понимаю, зачем я это делаю, но давайте посмотрим. Б здесь будет А, перед ней. Значит, здесь стоит буква А. Значит, перед ней стоит что? Перед ней стоит буква Б. Значит, ну, типа, здесь стоит что? Значит, здесь стоит буква А. Ребята, это мы уже сегодня видим. Ровно это мы сегодня уже видели. Заметьте, у нас А здесь является обязательно второй, а здесь она является первой. Истыковка невозможна. Ну, все. Значит, можно было это по-другому рассказывать. Я все не настаиваю на том, что надо было именно так искать противоречия, но тем не менее я эту теорию доказал. Сейчас я займусь вот чем. Представьте в себе, что алфавит у меня расширился до трех букв. И меня интересует слово бесквадратное. То есть сильно бескубное слово. Я вам уже показал. А теперь вопрос. Бесквадратное слово бесквадратное слово в алфавите в алфавите из трех букв. То есть чтобы не было повторений подряд двух одинаковых подслов. Оказывается такое существует. Более того оказывается это самое квадратное слово легко построить при помощи слова твоего. Заметьте пожалуйста здесь некоторый забавный парадокс. Я строю бесквадратное слово это слово в котором трудно заметить повтор. Правильно? Вот представьте себе что перед вами танцор который умеет делать три движения. Ну я не знаю там подпрыгнуть сесть на шпагат и что еще танцор умеет делать? И покрутиться. У него три номера которые кстати не так просто. Я ни то ни то не делаю так что я сейчас совершенно говорю с уважением. Итак представьте себе человек который научился красиво делать три движения. Он выходит на сцену и благодаря тому что мы сейчас с вами сделаем у него есть возможность станцевать сколь угодно длинный концерт и при этом никогда зрители не скажут что вот он нам что-то оттанцевал и потом сразу после этого то же самое. Не смогут так сказать. У него всего три движения да три приема которые он умеет демонстрировать а оказывается что этого ему достаточно чтобы так уж прямо подряд не повторится. Это делается при помощи слова «мы». Очень легко. Я стек на этом сейчас восстановлю. Ага. Пожалуйста мне помогите когда я буду сам. Я надеюсь что не спутывайте конечно. Теперь я должен взять с этого момента вот ровно с этого момента переписать слово которое у меня было заменяя ашки на бшки а бшки на ашки. Так. Дальше. Так. Мне этого хватит. Ребята. Принцип сейчас будет очень простой. Я введу только сначала не трех а четырех а а а а б б а и б б я обозначу нулём единицей двойкой и тройкой соответственно. Пожалуйста не ищите в этом глубокий смысл просто когда рядом буквы а я буду писать ноль. Давайте я сделаю ноль ноль написал больше нету когда а и б я буду писать единицу так прохожу везде когда а и б рядышком назовите между ними я пишу цифру 1 когда б и а пишу двойку так пишу двойку пишу двойку б б пишу тройку так скажите я везде написал цифры ну вообще логично а а а б а и б других вариантов не бывает теорем слово кстати у меня здесь слово бесконечное поэтому слово из нулей единиц двоек троек тоже бесконечное слово которое у меня научилось является бесквадратным давайте поймем почему полученное слово из цифр 0 1 2 3 бесквадратным доказательство представьте себе что где-то в этом нижнем который из нулей двоек единиц и троек все-таки получились два подряд идущих одинаковых слов тогда смотрите что у нас будет вот здесь стоит какая-то цифра давайте я ее обозначу здесь стоит абсолютно такая же цифра цифра вы понимаете что цифра к расположена между двумя буквами причем мы знаем между какими буквами согласны повторяю цифра к стоит между какими-то вполне определенными буквами значит мы знаем что это за буквы но если нам скажут к то мы знаем что это за буквы то же самое вот это стоит между теми же самыми буквами которую серьёзно дальше смотрите пожалуйста здесь идет какая другая цифра эта она pone она между буквами согласно заметьте пожалуйста что эти три буквы так очень очень и заметьте пожалуйста вот эта вот буква, она стоит между вот этой и вот этой, правильно? И здесь стоит какая-то буква М, цифра М, извините, она стоит между какими-то двумя. Беру красный мел и выделяю с первой буквы, с буквы, которая перед цифрой К, до буквы, которая перед цифрой М. И здесь то же самое, ребята. Вот здесь у меня с первой от К, та, которая перед М. И говорю очень простую вещь. Вот это, это и это, это одна и та же буква. Давайте я ее сейчас выделю с лосточкой. Почему это одна и та же буква? Потому что она расположена перед цифрой К. Согласны? Отлично. Отлично. Но смотрите, это то же самое. Это та же самая. Потому что она сразу после М. Цифра М, она же тоже определяет, да, вот между какими. Это по цифре мы можем знать обе. Поэтому если здесь стоит М, то сразу после нее стоит вот та самая, то есть эти три одинаковые. Осталось обозначить эту букву А, а вот это вот хозяйство обозначить как? У. 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 Так, слово. И получается А, У. А, У. А. Значит, если бы вот на этих самых цифрах, на этих самых цифрах были бы два подряд идущих одинаковых слова, то в исходном слове ТОЭ были бы А, У, А, У, А. А мы знаем, что этого нет. Правда, я сейчас доказал теорему не для трех, а для четырех. А обещал для трех. Сейчас исправлю. Или, может быть, вы сами, ребята, догадаетесь, вот где у меня есть некоторая избыточность. Вот я вам сказал, что возьмем А, 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 Б, Б, А и Б, Б. Может быть, вы поймете, что на самом деле одну и да? Можно между парами и четырех. То есть первый, две, второй, три, четырех. Дело в том, что когда пишешь А, А, или когда пишешь Б, Б, то можно придумать не ноль и трешку, а можно придумать такой знак – одинаковые буквы. Давайте я уберу тройку. И, вернее, так, не уберу тройку, а везде, где была тройка, я возьму и напишу ноль. То есть я зачеркиваю, пишу ноль. Я зачеркиваю, пишу ноль. Я зачеркиваю, пишу ноль. Господа, тогда очень легко взять и понять, что информация не потерялась. Дело в том, что если у вас после единицы стоит ноль, то вы прекрасно понимаете, что никакой это не ноль. Что на самом деле там будет буква Б. Потому что единица – это же когда А, Б. Если после нее идет знак, что одинаковые цифры, то вы прекрасно понимаете, что это Б, Б. Понимаете? Вот. И то же самое. Когда у вас стоит после двойки, то вы понимаете, что там ноль – это действительно ноль. Потому что двойка – это же Б, А, а дальше – это то, что одинаковые цифры. Поэтому я могу просто вот в этом слове везде тройки заменить на нули, и у меня все равно получится слово, в котором нет двух подряд идущих одинаковых цифр. На этом первая часть лекции закончена. Смотрите, что мы сделали. Мы разобрались с некоторым конкретным словом, которое называется слово Туя. И поняли, что когда его писать в алфавите из двух букв, то получается бескубное слово, что из него при желании можно получить бесквадратное слово. Сейчас начнется вторая часть лекции. Я резко изменю точку зрения, и я докажу такой факт. На свете существует много бесквадратных слов. На свете существует много бескубных слов и так далее. То есть, понимаете, от рассуждений о таком вот единственном, удивительно замечаемом слове Туя, я перейду к таким более статистическим подсчетам. То есть, я докажу, что на самом деле бесквадратных слов много. Давайте сейчас вот что сделаю. Значит, смотрите. Резко расчурил алфавит, чтобы было легче считать. И у меня будут цифры от 0 до 3. Привычная вам ситуация. Нормальная десятичная система, да? Вот. Я рассмотрю всевозможные длины n последовательностей из этих цифр. Понятно, что таких последовательностей в точности 10 в степени n штука. Ну, почему? Потому что на первом месте любая из десяти цифр, на втором любая из десяти и так далее. На n любая из десяти. 10 на 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 10 раз. 10 в степени n всего. Так вот, я сейчас введу такую функцию. f от n – это количество бесквадратных. Квадратных. Начни с квадратных параллельных числа. Бесквадратных. А, в смысле отсутствия двух подряд идущих одинаковых капотцов. Количество бесквадратных слов длины n из цифр. Цифры у меня от нуля до девяти. Давайте сначала посмотрим для маленьких петель. Понятно, что f от единицы – это 10. Потому что любая цифра не содержит в себе в два раза повторенных. Что такое f от двуньи? Ну, как вам сказать. Всего двухциферных последовательностей 100 штук. Плохие 0, 0, 1, 1, 2, 2. Сколько плохих? 10. 10. Значит, надо из сотни вычесть 10. Правильно? Получилось 90. Я, конечно, мог бы, в принципе, посчитать количество бесквадратных длины 3, потом бесквадратных длины 4, но чем дальше, тем мне, очевидно, будет все сложнее и сложнее и сложнее. И главное, будут получаться какие-то числа, ну, в общем, не особо меня интересующие. Ведь моя цель – доказать, что f от n стремится к бесконечности. Ну, и еще лучше доказать, что это там какое-то большое число. Значит, я скажу вам так. Значит, ребята, представьте себе, что я уже разобрался с всевозможными последовательностями длины n. И узнал, сколько среди них бесквадратных. Понимаете ли вы, что последовательность длины n плюс 1 получается приписыванием к последовательности длины n нуля, единицы, двойки, тройки, четверки или девятых. Здесь вот у нас всего n цифр. Значит, берем любую n плюс 1, да, длины n плюс 1. Она состоит из n цифр и еще одной. Из n цифр и еще одной цифры. Значит, согласитесь, что если мы здесь выпишем всевозможные бесквадратные последовательности, то их будет f от n штук. К каждой из них мы приписываем любую из 10 цифр. Таким образом мы получаем, что f от n умножается на 10. К сожалению, не все из этих последовательностей нас устраивают. Какая возможная ситуация? Представьте себе, было такое число. 10 535. Вот, замечательный пример. 10 535. Приписываю тройку. Что будет? Беда будет. Получился повтор. То есть, когда мы приписываем к бесквадратной последовательности одну цифру, то, разумеется, может получиться безобразие. Но! Не так уж и часто это получается, ребята. То есть, давайте вдумаемся. Значит, имеется некоторое слово. Мы приписали какую-то цифру. Ну, например, приписали цифру а. Что значит, что появился повтор? Вот так же, как здесь. Это значит, что здесь есть какое-то слово. Правильно? Перед ним должна идти цифра а. И здесь должно идти какое-то слово. И вот эти вот уа и уа должны совпадать. Согласны? Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте разбираться. Давайте разбираться следующим образом. Значит, смотрите. Если мы с вами посмотрим... Если мы с вами посмотрим только на вот это вот, вплоть до буквы А. Вы понимаете, что по этой штучке У однозначно выписывается, и А тоже однозначно выписывается. Согласны? То есть, особо не забалуешь. Если у нас есть бесквадратное слово, то по любому его началу мы с вами знаем, сколько надо цифр дописать. Сейчас, ну, вот, автоматически, да? И знаем, какую цифру написать. Значит, я сейчас пишу неравенство. Понятнее я его объяснять не умею. Но мне кажется, что я его уже объяснил вполне нормально. Итак, смотрим. f от n плюс 1. Больше или равно? Больше или равно вот чего? f от n, которое умножено на 10. Это я уже объяснял. Что надо выписать всевозможные слова длины n безквадратные. К каждому из них приписать фигу. Да? Дальше. А дальше вот оно и пойдет. минус f от n минус 1, минус f от n минус 2, минус и так далее, минус f от 2 и минус f от 1. Смысл такой. Когда вы берете вот это вот слово, то дальше все дописывается однозначно. Поэтому уж если есть что-то плохое, то оно будет не в таком и большом количестве. Теперь, что мы можем сделать дальше? У нас имеется вот такое вот неравенство. Нужно доказать, что функция f быстро растет. Но если вы посчитаете, то вы, конечно, обнаружите, что она быстро растет. Но, смотрите, сейчас будет очень забавный прием математический. Смотрите, моя цель доказать, что функция f быстро растет. Если я просто буду доказывать неравенство, что f это большая штука, то я вдруг обнаружу, что это неравенство ничем не помогает. Потому что, смотрите, я уже доказал, что f от n большая, но я, извините, и про эти доказал только то, что они большие. Но когда из большого вычитаешь большое, то получится непонятно что. Нет, я более хитрый буду делать. Я докажу сейчас, что функция f каждый раз растет не меньше, чем в 8 раз. Итак, на самом деле я буду доказывать такую теоретку. Ф от n плюс 1 больше или равно, чем 8f при любом натуральном фене. Доказательство индукции по n. База. Понятно, какая база. 90 больше или равно, чем 8 умножить на 10. Это правда. Первый раз она выросла минимум в 8 раз. На самом деле даже в 9 раз она выросла. Переход. Переход. Пусть для всех маленьких n, пусть для всех n равных единицы, двойки и так далее, k, уже знаем, что f от n больше или равно, чем 8f от n. Рассмотрим следующее значение, k плюс 1. Ребята, я сейчас должен взять вот это вот немуинство. Единственное, я его должен взять не для n, как здесь написано, а у меня просто вот этот пока уже возникло, поэтому разрешите, пожалуйста, я его перепишу, хорошо? Значит, переписываю. f от, у меня сейчас n это k плюс 1, f, господа, от k плюс 2. Больше или равно, чем f от k плюс 1, умножить на 10, минус f от k, минус f от k минус 1, минус f от k минус 2, минус и так далее, и так далее, и минус f от единицы. А вот теперь будет замечательная штука. Я ведь для всех маленьких n знаю это. Ой, только здесь не так. Здесь f от чего? f от f плюс 1. Значит, я тут глупость написал, да? f от f плюс 1. Так вот, господа, кстати, вы меня останавливайте. Я если такую типописку могу сделать, это очень обидно. Потому что, ну как-то, знаете, ну видно же было, что я имел в виду, а потом будет казаться, что глупости были на какие-то надо стать. Так вот, дорогие мои, что это по человечеству означает? Что f от n не больше, чем f от n плюс 1, деленное на 8. Давайте-ка я это напишу. Давайте-ка я это напишу. Значит, f от k меньше или равно, чем f от k плюс 1 разделить на хусюль. Догадайтесь, f от k минус 1 будет меньше или равно чего? Чем f от k делить на 8, то есть меньше или равно, чем f от k плюс 1 делить на сколько? На 64. На 64, конечно, на 8 в квадрате. А дальше будет на 8 в какой степени? На 8? В кубе, конечно. Так вот, господа. Каждая из вот этих вот чисел, значит, не больше, чем 8, не больше, чем 64, не больше, чем единица делить на 8 в кубе. Там дальше на 8 в четверке и так далее, и так далее. Поэтому я беру и пишу. Это больше или равно, чем f от k плюс 1 умножить на следующее замечательное выражение. Из 10, так, вычитается, что? 1 восьмая. 1 какая еще? 64. 1 еще какая? 1 делить на 8 в кубе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати. Ой. Дайте, ребята, я вас обману. Я вас обману. Я даже знаю, в каком месте. А вот, давайте, вы не тренируете. Это очень плохо. Когда слушаешь фаотическую лекцию, надо всегда понимать, что лекция, скорее всего, вредит. Понимаете, это не в математике так. Это в жизни просто вам всегда будет. Вот, в математике вам иногда, но даже в математике так бывает. Господа, надо быть бдительными. Бдительными. Рассказываю. Помните, здесь обсуждение было? Да? Я просто сейчас увидел, что у меня неравенство чуть-чуть более сильное, чем на самом деле верное. Дорогие мои, я здесь вам говорил, что слово «у» обязательно будет, оно запросто на самом деле могло быть на любой длину. Не понял? Еще раз. Приписываешь когда? Не обязательно здесь пятерка будет. Представьте, могло быть так. 10535 и приписали 5. Поняли? Я про это забыл. Я здесь написал минус f от n минус 1 и так далее. Так это все, когда длина слова «у» не нулевая. На самом деле, еще надо было не забыть простую вещь, что когда у нас есть беспвадратное слово, то к нему может приписаться просто его последняя цифра. Согласитесь, что тогда квадрат сразу возникает? Правда? Значит, на самом деле, в этом месте я забыл, что вычесть. Само эфотлята. Я вот в этом месте забыл вычесть, я фотлята. Потому что я вам все замечательно рассказал, когда слово «у» не нулевой длины. Больше, чем мы. А? Больше, чем мы. Да, больше, чем мы. Но оно может быть на любой длины. Мы могли к числу 10535 приписать пятерку. И у нас вот поэтому, господа, вот в этом месте я забыл минус f от k плюс 1. Слава богу, что иначе бы я вас обманывал. Значит, вот в этом месте на самом деле я забыл еще, знаете, что? Минус 1. Минус 1. Вот. Но, к счастью, эта сущность соответствует моим флангам. Объясняю почему. Есть такая формула. 1 плюс 1 восьмая плюс 1 единица делить на 8 в квадрате плюс единица делить на 8 в кубе и так далее. Кто знает, сколько это будет? Меньше. Это меньше. Да. Но на самом деле даже можно сказать, сколько точно. Ой, неужели такую формулу вы ни разу не видели? Единица делить на 1 минус 1 восьмая. Ребята, это 80 в кубе. Что, вы правда это не знаете? Не знаете? Тогда придется быстренько объяснить. Когда к единице прибавляешь 1 восьмую, прибавляешь единицу делить на 8 в квадрате, единицу делить на 8 в кубе и так далее, и так далее, и так далее, то есть простая штука. Давайте это обозначим x и умножим это равенство на 8. 8 плюс 1, плюс единица деленная на 8, плюс единица деленная на 8 в квадрате и так далее. Это 8x. Но смотрите, это же у меня как раз x. Это у меня x. Поэтому получается такое уравнение. 8 плюс x это 8x. Значит, 8 это 7x. Поняли? Если бы здесь была не восьмерка, а любое число, то соответственно наказали бы формулу для любого числа. Так вот, 8 седьмых меньше, чем 2. Таким образом, то, что здесь вычитается из десятки, меньше, чем 2 и соответственно то, что осталось в скобке, что? Больше, чем 2. Значит, я спокойно пишу. Это больше, чем 8 умножить на f как плюс 1. Теоретия показана. Значит, смотрите, это прием абсолютно другой, чем был у нас сегодня в начале лекции. В начале мы с вами брали конкретное слово и из него получали там бесквадратные и так далее, варианты. А сейчас другой вещь. Сейчас статистический подход. Я говорю, что их много. Я говорю, что верно такое замечательное неравенство. f от n плюс 1 больше, ну на самом деле даже больше, чем 8 умножить на f от 1. Поэтому, если я знаю, чему равняется f от 1, вы помните, что f от 1 это десятка. То я четко и совершенно говорю, что f от любого натурального числа n больше, чем что? f от n больше, чем 10 умножить на 8 в n минус 1. Ну или если угодно больше, чем 8 в степени n. Важно, что больше нуля. Важно, что больше нуля. И сейчас, без всякого использования слова Туэн, я докажу теорему о существовании бесконечного, бесквадратного слова, состоящего из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, заметьте, я, конечно, статусом Туэда доказал, но сейчас, пользуясь вот этим неравенством, я докажу это заново. Ребята, вот, вряд ли вы эту песню знаете, но тем не менее ваши родители ее точно знают. «Если песню запевает молодежь, 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 эту песню не задушишь, не убьешь». Не помните такую песню? Ну вот была. Во времена моей молодости ее очень-очень-очень пели. Значит, смысл такой, что если какая-то идея, так сказать, передается от поколения в поколение, да, то, в общем, задушить ее трудно. Ну, это я так своими словами. Песня была немножко коммунистическая, там пытались немножко по-другому это петь, но сейчас мне она нужна именно в этом смысле. Значит, ребят, я временно становлюсь и истинным верующим, значит, и заявляю вам, что люди произошли от Адама и Евы. Значит, у них было там сколько-то детей, не помню сколько, у них было сколько-то детей, у них было сколько-то детей и так далее. Давайте временно я встану. Хотите на позицию Адама, хотите на позицию Евы. Кого больше любите? А? Адама. Адама? Адама за Еву. Давайте на Еву, да, вот девушка высказала за Еву, давайте, я тоже за Еву. Вот. Значит, смотрите. Как рисуется эта картинка? Есть Ева. Замечательное зачерное существо, у которой было там сколько-то детей. Мне вообще-то не важно сколько. У них было сколько-то детей. Так, мы смотрим сейчас только на женщин. Мужчин не любим. Мужчин вообще рисовать не будем сейчас. Только на женщин смотрим. У Евы было сколько-то там дочерей. По Библии, по-моему, не было дочерей, да? Я не помню. Библия, я бы не смотрела дочерей у Евы или нет? Как без них-то? Нет, без них в теории никак, а по Библии, по-моему, они без них обошлись. Ну, ладно. В общем, ребята, я просто не пробел ее в Священном Писании. Там как-то забыли про существование у нее дочерей. Ну, в общем, господа, давайте будем считать, что у них они были. Потому что иначе совсем грустно было у человечества. Итак, рисуем, да? Рисуем, рисуем. К сожалению, надо сказать, что некоторые умирают в младенчестве. Некоторые, так это тоже бывает, к сожалению, без детей бывают. В общем, женщины, не у всех женщин есть, к сожалению, есть дети. Вот, поэтому некоторые ветви будут просто обрываться. Вот так вот произошло, катастрофы попали, там, или еще что-нибудь случилось. Вот у них уже больше детей нет. Но, так, но, так. Так, ребята, сейчас я становлюсь оптимистом и говорю. Человечество будет существовать бесконечно долго. Я в этой теории. Если человечество будет существовать бесконечно долго, и если во все времена будет так, что у мамы бывают дети, а у них, ну, девочки, у них бывают дети и так далее, и так далее, то можно найти цепочку, которая началась с Евы, и продлиться до бесконечности. Да, теорема. Я сейчас даже немного докажу. Смотрите, как я это докажу. Я сейчас беру и буду искать цепочку длины 1. Скажите, пожалуйста, бывает цепочка 1, начинающаяся с Евы? Бывает. Отлично. Дальше. Ищу цепочки длины 2. Вы понимаете, что если нет ни одной цепочки длины 2, то это означает, что человечество долго не прошло, да? Более того, для любого N есть цепочка длины N. Отлично. Для любого N. Так вот, я эти цепочки сейчас выпишу. Прямо так. Цепочка длины 1 состоит из Евы и ее дочери. Написал. Цепочка длины 2. Ева, ее дочь, ее внучка. Цепочка длины 3. Ева, ее дочь, ее внучка, ее праучка. Ну и так далее. Для каждого N такая цепочка. Заметьте, пожалуйста, таких цепочек бесконечно много. Правильно? Да. Заметьте, пожалуйста, дочерей у Евы бесконечно много. Значит, хотя бы через одну из дочерей Евы пройдет бесконечно много таких цепочек. Почему? Потому что если бы и через эту прошло конечное число, и через эту, и через эту, то всего было бы конечное число. А у нас не так. Через одну из дочерей Евы проходит бесконечно много цепочек. Дошло или нет? То есть через одну из этих точек пройдет бесконечно много цепочек. Отлично. Так выберем одну, хотя бы такую точку. Пусть, например, через вот эту вот прошло бесконечно много цепочек. Про их вообще забудем, и про всех их потомков тоже забудем. Раз цепочек бесконечно много, то, а здесь вот конечное число, то через одну из этих точек пройдет тоже бесконечно. Понимаете? Между прочим, ребята, вот этот прием математики встречается довольно часто. И, ну вот я бы его именно так и назвал, незадушенную бьюшу. Если множество бесконечное, то от того, что вы его пропололи, уничтожив, там бесконечное, даже может быть и бесконечное количество элементов, но если оно осталось бесконечным, то оно в некотором смысле меньше не стало, понимаете? Бесконечность, она и есть бесконечность. Поэтому таким образом мы постепенно будем находить таких женщин и через каждую из них будет проходить бесконечно много цепочек. А это и будет означать, что у нас будет сколь угодно длинная, понимаете, да? Сколь угодно длинная цепочка из женщин. Нет, более, именно они все вместе дадут бесконечную цепочку. То есть мы ее так будем строить по одному элементу. По одному элементу строить, 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 строить. И так вот она и получится. А теперь вопрос, какое это имеет отношение к нашей задаче про бесквадратные последовательности из цифр от 0 до 9? Ответ, да самое прямое. Ребята, давайте считать, что пустое множество это Ева. У нее было 10 дочерей. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нуля были дочери. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, и так далее, 0, 9. Это все бесконечная последовательность. Понимаете? Каждое следующее поколение, оно уже как? Ему получается приписыванием одной из цифр от 0 до 9. Ну, каждая следующая последовательность получается приписыванием к бесквадратной последовательности цифры от 0 до 9. Согласны? И мы только что доказали. Мне не важно, что здесь 8 степей нет. Мне важно, что здесь больше 0. Мы только что доказали, что существует сколь угодно длинная беспвадратная последовательность. А если существует сколь угодно длинная, значит и бесконечная. Вот, ребят, этот принцип очень часто в математике встречается. Если на каждом этапе развилка в конечное число вариантов, если каждый раз развилка в конечное число штук, то если есть сколь угодно длинная последовательность, то обязательно есть и бесконечная последовательность тоже. Решил задачу? Второй способ. Решил. Отлично. Так. Теперь следующая задача на ту же самую тему. Рассмотрим алфавит из трех букв. А, Б и В. Пусть некоторые буквосочетания длины 2 и более запрещены. Пусть в списке запрещенных буквосочетаний все слова разной длины. Так, давайте запишем. Значит, буквы такие, например, А, Б, В. Запрещенные слова, запреты все длины не меньше, чем и два. То есть такого, чтобы просто взяли и запретили одну букву, нельзя. И важная вещь. Все запреты разных длин. Все запреты разные в длине. Задача. Докажите, что существует бесконечно длинная последовательность из букв А, Б, В, в которой нет ни одного запрещенного слова. Ну, какая возможность системы запретов? Представьте себе, например, А, В запрещено. Например, запрещено В, А, В. Например, запрещено Б, В, Б, А. Длины 5 что-нибудь может запрещено. Б, В, В, Г, ой, Г не бывает. В, А. Ну и так далее, да? Вот. Оказывается, что если каждый раз запрет длины больше, чем предыдущий запрет, и начинается все с двухбуквенного, то все равно, то не удастся нам ограничить... То есть найдется сколь угодно, даже бесконечно длинная. Заметьте, пожалуйста, найдет сколь угодно длинная, и найдется бесконечно длинная. Мы знаем уже, что это одно и тушь, да? Мы уже тянем доказы, правильно? Хорошо. Вот доказательство такое же простое, как у нас уже только что было для случая последовательности цифр от нуля до девяти. Да именно. Я введу на этот раз функцию, которую назову ШЭН. Ж от Н – это количество разрешенных слов длины Н. Ж от единицы – это сколько? Ж от двойки – это сколько? У нас есть одно запрещенное слово длины 2. Давайте подумаем, сколько всего слов длины 2? А? Нет, нет, не 6. А, нет, нет, не 6. Думаю, что? Слов длины, а, 2 из 3 букв. Возь. Да. Придется их все выписывать, ребята. Ну, слушайте, ну как же можно, а? Возьмите 37 дней. Какое время? Понимаете, вот можно сколь угодно заниматься математикой, и если вам лень выписать эти буквы, то вы ничему не научитесь. Вы так и будете думать, что есть формула умная. Какой ответ? 9. Ну, на самом деле, не 9, а с учетом одного ответа? 8. 8, правда? 8. Ж, а, 2, это 8. Так вот, господа, абсолютно так же, как это мной было сделано в предыдущем случае, я сейчас задумаюсь над тем, как же связаны между собой g от н плюс единицы и предыдущие значения функции g. Значит, смотрите, вот если меня интересует слово длины n плюс 1, то оно состоит из слова длины n и еще одной из букв. Буква а, буква б, буква р. Согласны? Извините, что я иногда пишу большие, иногда маленькие, неважно, вот, на, соответственно, я вам сейчас пишу очень простой неравный, g от n плюс 1, больше или равно, чем g от n умноженное на 3, потому что приписываем любую из букв. А вот дальше, господа, надо понимать, что в конце возможны проблемы. Какие возможны в конце проблемы? Ну, я уже умный, я уже помню, что слово ум может быть нулевой длины. Самая простая ситуация такая, представьте себе, что вот это слово запрещенное, а, б, а вот это у нас скончалось на а, тогда здесь возник запрет. Согласны? Такая ситуация запросто возможна. поэтому, 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 что мне придется делать? Господа, мне придется вычитать g от чего? Так, как вы считаете? Дело в том, что этот запрет, он один-единственный. Поэтому, вот, это не просто любая буква. Вот я знаю, что эта буква, она это... g от н минус один. Мне надо вычитать g от н. g от н минус один. Поняли? g от н минус один. Отлично. Ну, возможно, впрочем, какой-нибудь другой запрет. Например, v от v. Давайте подумаем, что это такое. v, а здесь v. Так? Вот у нас вот это вот запретное слово. Здесь g от н минус два, очевидно. Здесь, очевидно, g от н минус два, потому что мы знаем, правильно, что это такое. Вот и все. g от n минус два. Потом еще пойдет g от n минус три, и так далее, и так далее. Потом пойдет g от двух и g от одиннадцать. Вот мы получили такое неравенство. А теперь, наверное, вы уже понимаете, как я приеду цель с этой штукой. И легко разберусь. Я сейчас буду доказывать такую теоретку. Теоретку. g от n плюс один больше или равно, чем два умножить на g от n. В прошлый раз было восемь умножить на f от n, да? А сейчас два умножить на g от n. И работа ровно так же. Ну, давайте я порядка ради, конечно, выпишу все это строго. Значит, смысл такой, ребята. Представьте себе, что база... Что ты представляешь? База восемь больше или равно, чем два умножить на а. Замечен. Теперь, что такое переход? Переход. Вот если мы с вами уже знаем, что g от двойки больше, чем 2 умножить на g от n. Я хочу больше или равно, хотя везде могу писать больше, это неважно. Дальше. g от тройки больше, чем 2 умножить на g от двойки. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы с вами знаем, что g от n больше или равно, чем 2 умножить на g от n минус единицы, то мы хотим из этих вот неравенств получить это. Каким образом? Это очень просто. Я... Смотрите, что делаю. Я говорю, что вот отсюда, что вот отсюда, g от n минус 1, это же не больше, чем g от n в половину. g от n минус 2 не больше, чем g от n делить на 2 в квадрат. И так далее, и так далее. И, господа, у меня получится, что, например, g от тройки не больше, чем g от n деленное на 2 в квадрате минус 3. И g... Ой, нельзя это говорить, g от двойки получится. И g от единицы будет не больше, чем g от n деленное на 2 в минус первую степень. И когда я посмотрю на вот это неравенство, то я смогу совершенно спокойно написать, что это больше и не равно, чем g от n умноженное на 3 минус g от n пополамо минус g от n деленное на 4 минус g от n деленное на 8 минус и так далее, и так далее, и так далее. Осталось вспомнить известную каждому и два в теории. 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая и так далее. Это все и не зимится. Доказок можно так же, как я там делал, а можно просто на простой картинке. Если берешь отрезок длины 1, то смотрите, вот это вот 1 вторая, еще прошло половину, это 1 четвертая, еще 1 восьмая, и все время у меня остается ровно такое же состояние, как был последний шаг. Таким образом, вот все это у меня оценивается сверху числом g от n, и получается, что это больше, чем, ну, больше я равно, хотя на самом деле здесь конечный шум слагаемый, поэтому можно поставить и больше, больше, чем g от n умножить на 2. Теорема доказана. Я сделал все, что хотел, то есть я собирался сегодня доказать существование бесповторного слова, да, сумел даже доказать, что их много, но сейчас давайте я скажу несколько слов, что называется не об этой задаче, а о соседних. Посмотрите, господа, вообще идея существования каких-то непериодических таких вот последователей, здесь, когда что-то не повторяется, она для математики очень интересна, очень важна. Например, вот по сей день исследуется, до конца тогда не выяснил этот вопрос, так называемое непериодическое замощение плоскости. Значит, идея такая, берем несколько плиток, ну, которые там как-то могут друг с дужкой, да, и задаем себе вопрос, можно ли при помощи этих плиток замостить плоскость? Вот в галлопедии там приведена такая простая картинка. Значит, берем правильный пятиугольник и отражаем вот этот вот треугольник вниз. Понятно, да? Будет вот так вот. Вот такая плитка. Вопрос. Можно или нет такими плитками замостить всю плоскость? Вот, оказывается, можно. Интересный вопрос, как я вам эту картинку перерисую. Дело в том, что здесь две картинки, обе красивые, и они показывают, что вот этой плиткой можно замостить и периодическим образом, и непериодическим. Слушайте, господа, здесь народа не так много. Давайте мы сделаем простую вещь. Вот я кладу, вот, что называется, будете уходить, проще вам подойти, чем мне сейчас научиться, ладно? И вообще, огромное количество есть задач о разнообразных замощениях, там, последовательствах. То есть, я сегодня сказал, что называется, только начало этой замечательной науки, смысл такой, что интересно смотреть за всевозможными последовательствами, за тем, как, казалось бы, простое правило приводит к разным. А, поскольку перед нами была лекция по биологии, то можно, я скажу еще два слова по этому поводу. Значит, смотрите, в конечном счете, что такое жизнь? А? Это имеются некоторые молекулы, совсем небольшие, которые по определенным, ну, конечно, довольно хитрым, но, тем не менее, по определенным правилам преобразуют себя в некоторые другие молекулы. Согласны? То есть, что такое жизнь? Это игра с буквами. Правда, алфавит там не из букв А и Б. А кто знает, какой там алфавит? Ай-кай. Да какой там алфавит? Там четыре буквы. С-О. А? С-О. А-Т. Да, начинаете вспоминать, да? В биологии нас учат, что там букв, и помните, что такое процесс размножения, процесс деления клетки? Это, значит, были две спирали, да? Дополнительные. Что значит дополнительные? Значит, напротив одной расположена там жестко определенная буква. То есть, эта комбинатурная игра, она, конечно, во много раз легче, чем то, что у биологов. Но, по большому счету, у них тоже какая-то игра с буквами. Вот. И слово Туэ – это просто такой зверек. Правильно? Пушистенький, миленький. Очень простой. По сравнению с настоящими зверхами, конечно, он несталкий. Но, тем не менее. Все, давайте все-таки будем считать. А? Ой! Да, это я молодец. Это я молодец. Да, обещал и сразу утащил. Ничего. Ну да, это ладно. Спасибо.